Старые горки и качели во дворе на Ташкентской уже демонтированы. Площадки выровнены и готовы для нового современного оборудования. Над проектом благоустройства вместе потрудились жители трех домов. Здесь будут несколько площадок, чтобы проводить время могли и взрослые, и дети. Вот здесь у нас рассчитаны на зоны от 3 до 5 лет, от 7 до 12, и на постарше, то есть какие-то тренажеры. То есть мы рассчитывали, что двое большое, детей много, и причем, ну, чтобы подросткам где-то было тоже интересно, не только мужам в песочнице покрывается. С завтрашнего дня начинается установка детского оборудования, завтра планируем его установить, и послезавтра налить наливное покрытие резиновое. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт. Люди обратились с просьбой установить ограждение для небольшого сквера во дворе и обратить внимание на состояние контейнерной площадки. Еще раз говорю, мне по срокам. У нас с вами малоархитектурная форма устанавливается на следующей неделе, насколько я его услышал, да? С завтрашнего дня. Да, по асфальтировке, работа, начатие класса. С завтрашнего дня асфальта. Начинают борты снимать. Смотрите, погоду. Я просто переживаю, что... Дождь, 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 дождь. Срок у них 1 октября. Во дворе на Георгия Димитрова игровое оборудование уже установили. Жители пожаловались главе города на качество асфальта. У нас сделали дорожки, вот вы видите дорожки, да? И до конца они их не сделали. Вы смотрите, какая ерунда получилась. Поменяется на всевозможные стряхи. Это мы поправим. Здесь еще предстоит привести в порядок деревья. А пиловка также запланирована по проекту. Новые игровые спортивные площадки появились и на улице Молодежная. Здесь остается доделать совсем немного. Следующая точка – нововокзальная. По проекту, который затрагивает 7 домов, здесь ремонтируют тротуары, устанавливают игровые и спортивные площадки, делают новое освещение. Было темно, вообще по кварталу темно. Пройти невозможно было. Везде были ямы. Детских площадок был минимум тот, который, ну вот, на, наверное, этапе строительства нужно было сдать. Можно посмотреть вокруг, детей очень много, и этого просто всего не хватает. Я думаю, что с этой программой благоустройство все у нас теперь будет на высшем уровне. Все дворы, которые сейчас в Самаре приводят в порядок по программе «Комфортная городская среда», должны быть готовы до начала октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.